Всем привет! В воскресный день, выбрались в парк, дабы проверить стойкость режущей кромки на ноже болгарских производителей. Нож называется Manly или Manly, не знаю. Вот он поставляется в такой коробочке. Вот на него паспорт, сталь на клинке D2. Дерево, тут написано, эбонит какой-то? Нет, это не эбонит. Дерево, металл, инокс, D2, 59, 60, твердость в парок. Нож поставляется в такой коробочке. Ну, нож у меня был в кармане некоторое время. Вот. Пока положу сюда. Вот он так выглядит. То есть, по кухне он у меня работал, в принципе, без всяких нареканий. Но по техническим причинам сейчас я его прогнать по профессиональной кухне не могу. Поэтому решил сразу выйти в парк и попробовать перерезать вот эту досочку. Посмотрим, как ведет себя нож в нарезке твердых материалов. То есть, эта ветка уже давно здесь лежит, промерзшая. Я сейчас где-то в Питере около 0, может, минус 1. То есть, ветка промерзлая. Ну, начинаем. Сведен нож очень тонко. Сам не знаю, чего от него ждать. Ну, начинаем. Забыл. Прежде чем мы начнем, вернее, уже начали. Заточка. Это заточка из коробки. Теперь посмотрим, как будет удержание режущей кромки. Видео снимаю для всех, которые захотят приобрести данный нож. Или кто уже приобрел. Ну, что могу сказать. Нож вгрызается. Довольно-таки прилично. Сами видите, как стружечка снимается хорошо. Тем более, здесь еще место такое попало на сучок. Термичку братья, которые делают эти ножи, делают сами. То есть, нож собирается вручную. Изначально люфтов никаких нет. Ни вертикальных, ни горизонтальных. Замок ножа держит. Внутри какая-то там тухлявая сторона. Две-три веточки. Если вам слышен звук записывающий аппаратуры, то звук разрезаевого материала очень приятственный. Ветка перерезана. Внутри там чуть-чуть трухлявая часть какая-то. Ну, дабы увеличить нагрузку на РК. Сделаем с него карандашик. Вы видите сами, как... Вот такой получился у нас колышек. И вот такой у нас получился ножичек. Теперь мы его протрем режущую кромочку. На режущей кромке никаких засветов, сколов и заминов не появилось. Кстати, хочу сказать, термичка здесь на Д2 очень хорошая, потому что за все время эксплуатации, пока он был на кухне, у меня дома никаких следов... Никаких следов коррозии, покрытия какими-то пятнышками не было. Итак, волшебная бумажка. То есть вы видите. Режущая кромка не пострадала никаким образом. Вот такой нож Монли. Болгарских производителей. Люфтов нет ни вертикальных, ни горизонтальных. Рукоятка деревянная. Складывается нож следующим образом. Нажимаем этот рычажок вниз. Бэклок освобождается. И поджимаем. Спасибо. Всего доброго.